Всем привет, меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами Пакетрейсер 2.2.4.4. Для этого открываем учебник на нужном страничке, скачиваем ПК-файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию, открываем по ссылке и нажимаем кнопочку скачать в верхнем правом углу и сохраняем нужную вам папку. И она автоматически откроется у вас в Adobe Acrobat Reader, если он у вас устанавливает. Если нет, нужно будет установить эту программу. Открываем ПК-файлик, он запускается буквально несколько секунд, мы просто подождем и пока сможем посмотреть, что у нас за задание. У нас есть топология, таблица адресации IPv6 и парочка заданий, которые мы с вами сегодня будем выполнять. А у нас уже открылся наш ПК-файлик. Здесь нужно ввести имя, к примеру, мое имя Карина, email и также дополнительная информация, чаще всего это номер группы. И подтверждаем, да. Наше задание перезагрузится и мы сможем приступать к его выполнению. У нас открылась инструкция, которую мы можем увеличить и закрепить с помощью кнопочки ТОП, чтобы было удобнее выполнять. И приступаем. Нам нужно исследовать сеть, определить сколько сетей всего в нашей топологии. У нас 1, 2, 3, 4, 5 сетей. Сколько сетей подключено напрямую к R1, R2 и R3? К R1 напрямую подключено всего 2 сети. Вот первая, в которой PC1, и вторая между R1 и R2. У R2 уже будет 3 сети. Это между R1 и R2, между R2 и R3 и сеть, в которой находится PC2. И у R3 также будет 2 сети. Это вот эта, в которой PC3 и также между R2 и R3. Думаю, понятно. Также нужно узнать, сколько статических маршрутов нам нужно настроить маршрутизатору, чтобы у него было соединение с сетями, не имеющих прямого подключения. То есть нужно посчитать, сколько сетей не подключены напрямую к определенному маршрутизатору. Возьмем, например, R1. У него 2 подключены напрямую. Вот они. А вот эта сеть, в которой PC2, вот эта сеть между R2 и R3. И сеть, в которой находится PC3, они подключены не напрямую. И нам нужно будет 3 статических маршрута, чтобы их настроить. У R2 всего 2 сети, которые не подключены напрямую. Это между PC1 и R1 и между R3 и S3. У R3, аналогично с R1, всего 3 сети. Вот это, вот это и вот это. Думаю, все понятно. Смотрим. Нам нужно настроить статический маршрут по умолчанию для всех устройств. Чтобы иметь возможность устраивать IPv6 маршрутизацию, открываем каждый из маршрутизаторов и настраиваем поддержку IPv6. conf.enable.config.terminal. Далее вводим IPv6.unicast.routing. Эта команда позволяет маршрутизатору поддерживать IPv6. Проделаем это на каждом из устройств. конф.enable. IPv6.unicast.routing. Ой, IPv6.unicast.routing. Готово. И также с R3, командная строка, enable. conf.t.ipv6.unicast.routing. Так, готово. Наши все маршрутизаторы уже поддерживают настройку IPv6 и мы можем двигаться уже к настройке самих статических маршрутов. Сначала нужно настроить рекурсивный статический маршрут на R1. Для этого открываем R1. Мы уже находимся в режиме конфигурации и сразу можем настраивать. Нам нужно настроить три маршрута. Начинаем с первого, вот этого. Вводим команду iproad, ipv6road, v6road и далее указываем первую сеть, которой мы хотим иметь подключение. Это вот он. Переписываем в саму сеть. 2001, db, 8, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Далее нам нужно указать сеть, не сеть, а next hop устройство, то есть устройство, к которому R1 подключается к R2. Смотрим таблицы. R2. У него есть Gigabit Internet 00, Serial 00 и Serial 001. Между R1 и R2 у нас подключение по интерфейсу Serial 00. Мы копируем этот IP адрес. Без маски под сети. paste. Enter. Готово. Мы настроили первый статический рекурсивный маршрут. Настраиваем второй. Вот второй IP адрес нашей сети. Вот он. Настраиваем IPv6. Route. Далее 2.001. Двоеточие. DB8. Далее 1. А002. Бывает. 002. Двоеточие. Двоеточие. Слэш. 64. Далее. Указываем next hop адрес. Это также будет R2. Потому что R1 находится в тупиковой сети. И он подключен только к R2. Указываем это будет все также вот этот IPv6 адрес. Ctrl C. Paste. Enter. Готово. Осталось настроить только третью сеть. IPv6. Route. Далее указываем наш. 2.001. DB8. Двоеточие. 1. Двоеточие. 3. Двоеточие. Двоеточие. Слэш. 64. И все также IP адрес R2. Enter. Мы настроили все три статических рекурсивных маршрута. И можем двигаться дальше. На маршрутизаторе R2 нужно настроить прямое подключение и полностью заданный статический маршрут. Сначала настроим полностью заданный статический маршрут. Теперь мы подключаем от R2 к R1. Открываем R2 и настраиваем IPv6. адрес сети возле маршрута R3. Переписываем его. 2.001. Двоеточие. Db8. Двоеточие. 1. 3. Двоеточие. Двоеточие. Слэш. Далее указываем интерфейс, которым он подключается. Если R1 и R2 подключены Serial 0000, то R3 и R2 подключены между собой с помощью Serial 001. Указываем этот интерфейс 001 и дальше указываем NextHop устройство. Это также R2. Указываем. Но R2 уже возле Serial 001. Вот он. Копируем. Без маски под сети. И записываем. Enter. Например, мы настроили уже первый статический маршрут. Настраиваем второй. Полностью заданный статический маршрут от R2 к R3. Указываем IPv6. Road. Далее указываем. А, стоп. Что нам нужно? Нам нужно настроить. А, мы настроили от R2 к R3. Осталось от R2 к R1. Да. Вот этот IPv6 адрес. Записываем. 2.0.0.1. 2.0.0.1. 2.0.0.1. 2.0.0.1. 2.0.1. 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 3.0.1. 3.0.1. 3.0.1. 3.0.1. маршрут по умолчанию, чтобы R3 имел доступ ко всем сетям. Вводим IPv6 Road и указываем наш статический маршрут по умолчанию. И также Enter. Да, мы настроили уже маршрут по умолчанию, на R3. И теперь нам нужно, вам нужно будет ответить на вопросы в шаге 5. То есть нужно ответить на, с помощью каких команд можно проверить настройку маршрутизации. Эти команды IPv6 config, show IPv6 interface brief and show IPv6 road. Думаю, вы это все знаете. Мы нажимаем кнопочку check results, чтобы проверить, чтобы мы все сделали правильно. Да. Надеюсь, у вас тоже все правильно. А на этом все. Всем пока.